Доклад 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 Я создавала на базе хосписа номер один питерского хосписа, первого хосписа в России. Хоспис в лакте еще его называют. Эти рекомендации утверждены Советом Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона России. Есть у нас такая ассоциация. В руководстве по онкопсихологии под ректакцией старейшины нашего направления Валентина Алексеевна Чулковой еще один основоположник онкопсихологии в России именно в палеотивном направлении Андрей Владимирович Князьдилов. Так вот, в этом руководстве написано, что психологическая реабилитация человека в ситуации онкологического заболевания, реализуемая медицинским психологом, направлена на восстановление психического функционирования, адаптации и улучшение качества жизни человека в ситуации заболевания в целом. Разумеется, сюда же входит и палеотивный этап, когда пациенты становятся инкурабельными, да неизлечимыми больными людьми, однако и здесь, как нигде, есть место реабилитации, психологической реабилитации человека в том числе. И, коллеги, мы с вами помним, что качество жизни с точки зрения психологии любого человека повышается при сокращении разрыва между нашими идеалистическими представлениями и теми возможностями, которыми мы обладаем в настоящее время. То есть качество жизни повышается при корректировке ожиданий от того, чего мы ждем и того, что с нами на самом деле происходит. Собственно, это и описывает мишень психологического взаимодействия с людьми в ситуации онкологического заболевания. По данным Международной психо-онкологической организации, представленным в 2013 году, да и по нашим внутренним российским наблюдениям, дистресс, то есть сверхсильное пролонгированное эмоциональное напряжение, является шестым показателем жизненно важной функции онкологического пациента. Предыдущие пять носят чисто физиологический характер. Так вот, дистресс способен выраженно снижать качество жизни пациента и даже его ближайшего окружения, то есть родственников, а в общем-то даже и сотрудников профильных организаций. И именно дистресс, вот это самое сверхсильное и устойчивое, и длительное эмоциональное напряжение может приводить к нарушению адаптации, когда механизмы совладания истощаются в длительном периоде этого самого сверхсильного эмоционального напряжения. Кроме того, дистресс является индуцирующим фактором. Индуцирующим – это значит заражающим ближайшее окружение. То есть один человек способен негативно повлиять на эмоциональное состояние как минимум еще шестерых людей, которые его окружают. Что в целом может приводить к таким состояниям, как деморализация, либо посттравматическое стрессовое расстройство. Не будем сейчас обсуждать особенности этих состояний. Просто сойдемся на том, что, конечно же, палиативный этап заболевания неизбежно сопровождается сверхсильным эмоциональным напряжением и может приводить к таким состояниям, как деморализация, либо в дальнейшем ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, которое может сопровождать родственников наших пациентов даже после того, как история пациента и жизнь пациента будет закончена. Инкурабельные больные – это пациенты четвертой клинической группы. Это и есть люди, которые могут оказаться пациентами хосписов или палиативных отделений. Это больные с такой распространенной формой заболевания радиолекальное лечение, которых уже невозможно. Вот, например, в хосписе номер один в Лахте из 60 койков мест 50 выделены для людей с заболеваниями, злокачественными образованиями, и 10 койок – это палиативные койки. Там лежат люди без злокачественных образований. Однако и другие заболевания, тяжелые хронические заболевания могут оказаться в фазе инкурабельности. Что это за люди? Ну, коллеги, сегодня об этом много говорилось, ничего нового здесь нет. Но невозможно, говоря об инкурабельности, не упомянуть, что у 70-90% пациентов четвертой клинической группы, кроме соматических нарушений, таких как болевой синдром, развитые, тошната, рвота, снижение аппетита, потеря веса, одышка и слабость, то, о чем сегодня очень много говорили предыдущие докладчики, конечно же, наблюдаются устойчивые эмоциональные нарушения, которые, однако, являются нарушениями субклинической формы. То есть они не доходят до клинической формы развития, и, значит, это пациенты, подлежащие не надзору психиатрическому, а именно сопровождению медицинских психологов, в том числе с привлечением врачей-психотерапевтов. Вот на прошлом слайде я говорила о том, что 10 человек у нас с вами, у нас в хосписе, находятся на палеотивных койках, и там, конечно, в большей степени, да, речь идет о деменциях, о альцгеймере, может быть, да, о тяжелых формах Паркинсона. Это тоже инкурабельные больные, которые, конечно же, поднадзорны в большей степени врачу-психотерапевту, именно потому что продуктивным контактам они, в общем-то, уже не вполне доступны. А вот остальные пациенты и их родственники – это люди, которые не утратили свой психический статус, потому что онкологические пациенты часто, если это не поражение головы шеи, не метастатические какие-нибудь, да, депозиты в головной мозг, до конца сохраняют свой психический статус в рамках своих особенностей личностных. Поэтому некоторые отклонения от нормы в связи с дистрессом, такие как депрессивные состояния, тревога, беспокойство, нарушение сна, не доходят до клинической формы. Однако под результатом дистресса, под воздействием дистресса, они переходят в субклиническую форму, то есть достаточно устойчивую форму, при этом это реактивные состояния, которые можно разговорить, да, то есть можно купировать их с помощью методов психологических, а не медикаментозных, психотерапевтических. Мне в свое время посчастливилось застать Андрея Владимировича Гнездилова в продуктивной фазе своей профессиональной деятельности. До пяти лет мы работали с ним бок о бок, и, конечно же, тот продукт, да, тот, который я сейчас представляю, то есть морально-психологическое обеспечение деятельности хосписа, безусловно, носит следы его влияния на мое видение этого вопроса. Ну вот в 2018 году при смене руководства в хосписе встал вопрос об основании деятельности медицинского психолога. И то, что я сейчас вам представлю, да, я создала для представления главному врачу, а главный врач утвердила. Так вот, морально-психологическое обеспечение деятельности хосписа – это такое емкое название программы деятельности, оказание психологической помощи палеотивным пациентам. Состоит она из трех подразделов. Основы деятельности, описание целей, задачи, средств работы. Есть некая содержательная часть. Сейчас в этом докладе мы и будем опираться на этот документ. Ведущей задачей медицинского психолога в палеотивной медицине – это несколько отличается от задач, западая с целью, но отличается от задач деятельности, например, в стационаре или в левом амбулаторном лечении лечебных учреждений. А хоспис – это не вполне лечебное, это скорее учреждение здравоохранения, где не лечат заболевания, а только оказывают симптоматическую помощь, то есть купируют острую симптоматику. И вот этим и обосновано различие задач. Позавчера, 24 числа, я представляла направление программы в стационаре лечебного учреждения. Сегодня мы говорим о палеотиве. Так вот, задачей является регулирование эмоционального напряжения людей в ситуации палеотивного и терминального этапов онкологического заболевания в хосписе. По видам деятельности, так как достаточно мало медицинских психологов находится в штатном расписании хосписов в России, то, конечно, огромную часть нашей работы занимает обучающий вид деятельности. Мы обучаем персонал и при необходимости врачей взаимодействию, корректному экологичному взаимодействию с людьми, переживающими палеотивный этап заболевания. Конечно же, на втором месте является психологический вид деятельности, обязательный ежедневный обход с выбором дальнейшей тактики взаимодействия с теми людьми, которые подлежат психологическому взаимодействию, то есть должен сохраняться продуктивный контакт. Культурно-просветительная и научная на последнем месте у нас деятельность, в отличие от, например, деятельности научного сотрудника в Центре онкологии имени Петрова. На слайде представлены нормативные акты, которыми мы руководствуемся. Я очень надеюсь, что со временем третьей позицией станет утвержденной на государственном уровне в рамках общей онкопсихологической государственной концепции, методические рекомендации и показания психологической помощи, в том числе на палеоативном этапе. Кто может работать онкопсихологом вообще в стационарах, ну и в хосписе в частности? Теперь это люди, которые имеют высшее психологическое образование и с переподготовкой или в базе своей по клинической психологии. Это не всегда было так. Вот 10 лет тому назад такого требования не было, поэтому мне, например, пришлось переобучаться и переподготавливаться в области клинической психологии уже спустя лет 5 моей практической деятельности в этом направлении. Конечно же, психолог в хосписе желательно должен быть человек с каким-то опытом не только практической работы, но и, в общем-то, достаточно зрелой личностью. Не очень я приветствую, когда, например, есть идея брать молодых стажеров или юных студентов. Ну, какую-то вводную, безусловно, нужно давать, но это, в общем-то, конечно, высоко травматичное поле. Люди в этой области очень подвержены вторичной травматизации, и мне кажется, что человек должен иметь определенный жизненный опыт для того, чтобы экологично работать в этом направлении. Ну, и в нашем программном продукте даже описаны необходимые морально-психологические и профессиональные качества в виде приложения номер 2, но сегодня мы не будем уделять этому большое внимание. Что касается направлений деятельности медицинского психолога в хосписе. В первую очередь мы проводим экстренное психологическое сопровождение пациентов и их родственников, которые плавно перетекают в плановое. Не проводятся, в отличие, например, от Центра онкологии имени Петрова, никакие психодиагностические мероприятия с целью адаптации пациентов с остерными. Мне кажется, да, интуитивно это понятно. У наших пациентов нет долгосрочного прогноза адаптации. Время, которое мы могли бы уделить решению его конкретного актуального состояния, мы не можем тратить на то, чтобы батареи тестов подтверждать наши наблюдения. Конечно же, если проводятся какие-то исследования, в свое время в рамках собственного диссертационного исследования, мы проводим исследования психодиагностические, но разве что только единичного характера. Это не является основной целью направления нашей деятельности. На втором месте все равно у нас стоит анализ, оценка и прогнозирование морально-психологического состояния сотрудников. Это вытекает из предыдущего слайда, потому что хосписных сотрудников, на мой взгляд, совершенно необходимо сопровождать. Гнездилов Андрей Владимирович очень много внимания уделял морально-психологическому состоянию тех людей, которые работают в хосписе. Третье направление – это как раз и проведение мероприятий, направленных на профилактику вторичной травматизации. Ну и дальше вы видите все на слайде. Итак, важно это все читать. Если это интересно, вы прочтете это сами. Я просто хотела акцентировать ваше внимание, что в программу сопровождения психологического в палеотивном поле входит не только забота о пациентах. Конечно, в первую очередь о пациентах, во вторую очередь о родственниках, но достаточно большой объем занимает психологическое сопровождение сотрудников, чего, конечно, в таком объеме не просматривается в лечебных учреждениях. Если переходить непосредственно к программе, которую я сегодня представляю в качестве методической рекомендации, я уже говорила о том, что целью является коррекция эмоционального напряжения людей. Ситуация терминальной стати онкологического заболевания. Мы не ставим себе обширных и высоких целей, именно потому что время нашего взаимодействия крайне ограничено. И если мы не будем упрощать и сокращать объем целей, мы можем, конечно же, в них потеряться. Задачи входят в разряд задач оказания экстренной, в большей степени экстренной, нежели кризисной помощи. В лечебных учреждениях в большей степени кризисной помощи, потому что есть хороший прогноз длительности жизни даже у тех пациентов, которые, может быть, даже в рецидиве находятся, однако они находятся в лечебном учреждении, и косвенным образом врачи дают нам понять, что есть продление жизни, есть надежда на то, что жизнь будет продлеваться. У инкурабельного пациента, как правило, речь об этом не идет, потому что по статистике палеоативный этап в среднем занимает около трех лет. Иногда больше, конечно же, но ведь часто и меньше. Итак, наши задачи – это снижение сверхсильного эмоционального напряжения пациента, диагностика коморбидных сопутствующих расстройств пациента, профилактика патологического горя, экупирование острых реакций родственников пациента и профилактика вторичной травматизации и эмоционального выгорания сотрудников. Вот эмоциональное выгорание – это всегда результат пропущенной вторичной психотравмы. Основным методом нашей работы всегда является кризисная интервенция. Это то, в чем онкопсихолог в палеоативе должен быть подкован на все четыре лапки. Следующим методом ведущим является клиника «Психологическая беседа», наблюдения и сбора анамнеза жизни и анамнеза заболевания. И дальше разные варианты направленных бесед с применением методов коррекции эмоционального напряжения. Направленные беседы могут быть весьма разными. Она может быть биографическая, она может быть более директивного толка, если пациент демонстрирует нам поведение, нуждающееся в этом. Она может носить экзистенциальный характер, более философскую направленность. Это все зависит от того, с какой личностью мы имеем дело. Каждый раз этот выбор зависит от взаимодействия двух людей – специалиста и человека, сидящего напротив. Это может быть сам пациент, а может быть родственник, которого в данном случае мы называем идентифицированным пациентом. Большой объем нашей деятельности занимает психологическое сопровождение. Несколько слов об этом скажу позже, раскрою этот термин. Ну и, конечно же, индивидуальное или семейное консультирование и коррекция фиксации на симптоме проводятся по необходимости. Критической ошибкой является формирование ложных позитивных установок. Это всегда грубое нарушение в работе онкопсихолога. Основными принципами нашей работы, безусловно, в медицине, является принцип биомедицинской этики. Ну а дальше психологические принципы. Личностный, комплексный, деятельностный подход и каузальность, то есть причинность. Мы всегда работаем с мишенью, а мишенью в данном случае является онкологическое заболевание. Прогнозируемым результатом является снижение эмоционального напряжения пациента, либо идентифицированного пациента и наблюдаемым результатом снижение актуальной тревоги, изменение иррациональных когнитивных установок, смещение типа личностного реагирования с дезаптационных форм на более реалистичные и адаптивные. Все это в целом можно определить как формирование конструктивного отношения к ситуации инкурабельности пациента. Несколько слов о нашем базовом ведущем методе применения кризисной интервенции. Основные принципы ее – это краткосрочность, реалистичность и несколько большая личностная вовлеченность специалиста, в данном случае онкопсихолога, нежели, например, это мы можем наблюдать в классическом психоанализе. И вот эти техники перечислены, дифференциация чувства, их нормализация, инициация отреагирования, исследование восприятия ситуации самим пациентом, прояснение картины восприятия с выделением мишени воздействия, мягкая конфронтация с рациональными установками, с невротиком мы жестко конфронтируем, а с травматиком, конечно же, крайне мягко, и поиск ресурсов пациента с фиксацией на них. Вот эти техники являются основополагающими для вообще программы работы онкопсихолога. Ну, а в палеоативном этапе они просто наше все. Временные стандарты нашей работы обусловлены методами оказания психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях. Это всегда краткосрочная терапия. Не только они ограничены пребыванием в хосписе у самих пациентов, а вы знаете, что это 28 дней. На дому мы бесконечно можем посещать и наблюдать, но стационар сегодняшнего дня диктует нам 28-дневное пребывание в хосписе. Ну, разве что только человек так сильно ухудшается, что вынуждены принимать ВК-решение и продлевать его пребывание. Ну, и соматическое состояние пациентов, конечно же, в хосписе диктует нам закладку на краткосрочный подход. Среднее количество сессий от 1 до 5 раз в пребывании в стационаре. По телефону, конечно же, неограниченное количество консультаций. Продолжительность также продиктована состоянием пациента. Может быть, и 15 минут. Ну, а если пациент хорошо себя чувствует или родственник пациента готов, то 50-минутная сессия – это норма психологической работы. Обязательно один раз в неделю подход к каждому пациенту с оценкой его текущего состояния. Конечно, в плановом режиме кого-то мы навещаем гораздо чаще. И экстренная по запросу врача или родственника, или пациента. Обычно медицинский психолог в хосписе имеет 5 плановых и 3 экстренных консультации, то есть сессии сопровождения. Время заканчивается. Я думаю, что вот это основополагающий слайд, потому что вот этот лозунг важен не как долго, а как именно живет пациент. Мы сформулировали с одной из моих пациенток достаточно давно. Это стало для меня важным осознаванием в моей работе. Работу психолога в хосписе можно описать как поиск психологических ресурсов пациента для поддержания качества жизни, сколько бы этой жизни ни осталось. Андрей Владимирович Гнездилов в своей книге «Психология и психотерапия потерь» писал, что палеоативная медицина ориентирована не на одно лишь настоящее, но на психологическую реальность, где неразлывно слились и прошлое, и будущее, и настоящий миг. От себя мне хочется добавить, что люди, которые находятся на палеоативном этапе, в состоянии инкурабельности, это люди, физические и нравственные страдания которых резко снижают уровень их невротизации. И поэтому с ними всегда устанавливается удивительно подлинный контакт. У них практически нет масок, они представят перед нами теми, кем они есть. Психологическое сопровождение – это психологическая разгрузка. Это больший кусок деятельности медицинского психолога в этой организации. Ну и на втором месте стоит кризисная интервенция. Это самая запрашиваемая работа. Родственникам пациентов чаще всего… Да, спасибо, я могу продолжать. Мы до пандемии больше оказывали индивидуальное консультирование, то есть больше разговаривали, больше было запросов. В период пандемии некоторые ограничения по посещению смещают нас к более короткому формату работы. Ну и родственники очень напряжены, если вы с ними работаете в шлюзе или по телефону. Поэтому появилось некоторое смещение в сторону кризисной интервенции. Что касается сотрудников хосписа, то большую часть времени мы уделяем плановому обучению. И, конечно же, это речь идет о бесконечном освежении, понимании того, с кем именно они имеют дело. Потому что, ну, конечно же, с их нагрузкой достаточно быстро это затирается, да, восприятие пациента. Поэтому наблюдению и последующему обучению уделяется много времени. Ситуация неопределенности и особенности профессионального взаимодействия тоже могут стать запросом линейных руководителей или самих наших сотрудников. Ну и если личная ситуация какой-то носит экстренный характер, конечно, мы тоже никогда не отказываем в такой помощи. На завершающем слайде описана созданная в 2017 году мною программа психологической помощи. Обращает на себя внимание, если у вас будут материалы, вы сможете изучить это достаточно прицельно, если кому-то захочется. Однако важно обратить внимание, что зачастую мы успеваем провести только диагностический этап с применением экстренной помощи. Той самой кризисной интервенции и обязательно каждую сессию мы завершаем оценкой эффективности взаимодействия. Это отличает работу онкопсихолога от работы других психологов. Если у нас есть время и формируется запрос, то можно переходить на установочный этап. Зачастую даже на коррекционный успеваем, потому что и по три года иногда мы бываем знакомы с нашими подопечными. Они приезжают и возвращаются, но каждый раз оценку эффективности воздействия проводить необходимо. Основным результатом психологической коррекции онкологических пациентов, инкурабельных в том числе, становится безусловное признание пациентам собственной личности, само существование которой есть ценность, независимо от изменений в связи с заболеванием и гарантией срока существования. В этом, собственно, и есть смысл работы онкопсихолога. Наша прародительница американская Джимиси Холланд говорила, что психотерапия рака, рак в кавычках, потому что онкологические заболевания не все относятся к раку. Да и психотерапию можно взять в кавычки, потому что это самое общее представление о психотерапии. Психотерапевты не назовут нашу работу психотерапией. Так вот, это наше взаимодействие не гарантирует выживание, уж тем более на паллиативном этапе заболевания. Нашими ценностями являются самоосмысление, внутренняя свобода и ответственность за принятие жизненно важных решений. Вот в этом онкопсихолог может поднимать человеку, сколько бы жизней этому человеку не осталось, но и родственникам, которые будут продолжать жить после неизбежной утраты. Благодарю за внимание. В Петербурге функционирует ассоциация онкопсихологов. Если какие-то есть вопросы, потребность в обучении, можно обратиться в Центр онкологии Мепетрова или напрямую к нам. Спасибо. Мое время истекло. Продолжение следует...